Решил поговорить о своем будущем и Харрикейн. Если мы сможем закончить этот сезон в Еврокубках, это будет небольшой наградой в конце тяжелого сезона. Мы будем бороться за это в трех оставшихся играх, чтобы попытаться выиграть все матчи. В конечном счете, мне нравится играть в футбол, не в зависимости от того, какой это турнир. Это именно то, чего вы заслуживаете и тем, где завершаете сезон. Нельзя неуважительно относиться к любому турниру, в котором вы играете. Это один из тех случаев, когда вы попадаете в Лигу Конференции и выигрываете ее. Это того стоит. Если нет, то люди, вероятно, смотрят на это как на провал. Но когда вы находитесь в клубе, в котором не можете выиграть трофеи на протяжении 15 лет, если мы все же окажемся в Лиге Конференции, это может быть возможностью попытаться положить этому конец. В общем, как-то так. Понятно, что ничего не понятно. Пресса пишет, что этот сезон для Кейна станет в Тоттенхэме последним, и якобы англичанин не хочет продлевать контракт, а шпоры не могут тянуть с его продажей. В таком случае они потеряют его бесплатно. Так что, хочешь не хочешь, а придется выставить его на трансферный рынок уже этим летом. Кейна сильно ждут в Манчестере. Не так давно болельщики красных дьяволов скандировали ему что-то типа «Увидимся в июле». Сам нападающий даже потом это все дело прокомментировал. Также в услугах англичанина сильно заинтересованы в Баварии. Однако не хотят платить за него слишком много и ищут компромиссы. Лично мы слабо верим, что Харри уедет из Англии. Так что, наверное, отдадим предпочтение Манчестер Юнайтед. Но, как мы знаем, Бавария команда своенравная. И часто добивается того, чего хочет. Так что, кто его знает, может Кейн и станет первым большим трансфером Томаса Тухеля. Продолжение следует...